Дорогие путешественники! Мы рядом с Ростовом-на-Дону, на берегах славной реки Дон. Давно у нас с вами не было темы дачных железных дорог. Несмотря на то, что их достаточно много, я вам показал пока всего одну. И сегодня я предлагаю посмотреть еще одну, но зато, наверное, самую уникальную в плане обхвата дачной территории стальными магистралями. Это будет действительно интересно, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем приятного просмотра! Это первая по-настоящему трушная дачная железная дорога на канале. Конечно, лучше всего рассказать о ней может только создатель, но запись получилась такой. Что ж, попробую сам. Создателя зовут Сергей. Он дачный железнодорожник со стажем. Это его не единственная дорога. А вторую поговорим когда-нибудь, а сейчас посмотрим на эту. Называется она Левобережная, поскольку расположилась на левом берегу Дона. Отсюда и аббревиатура ЛБЖД. История постройки началась в далеком уже 2012 году. На сайте Iron Track, посвященном дачным железным дорогам, ссылочку я оставлю в описании, автор пишет, цитирую, Дело в том, что я начал строить плавательный бассейн на даче и потребовался транспорт для перемещения большого количества строительных материалов, а также вывоза грунта. Дачная железная дорога как нельзя кстати подходила для этих целей. Имея уже двухлетний опыт эксплуатации аналогичной дороги, наработанные методики строительства пути и подвижного состава, начались работы по воплощению этих идей в жизни. Еще с осени на дачу был завезен песок, щебень, а также металл для постройки первых метров пути и две единицы подвижного состава. И вот 16 марта 2012 года настал тот знаменательный день, когда строительство дороги началось. План работ, трассировка пути и другие расчеты на местности были сделаны еще раньше. Примерно за полтора месяца работ был построен и сдан в эксплуатацию первый участок докотлована будущего бассейна. По уже готовому участку начались перевозки щебня и песка. В обратную сторону пошел грунт. Затем начались бетонные работы, которые продолжались до закрытия сезона. За 2012 год было перевезено около 40 тонн различных грузов. Сезон был закрыт в начале декабря, движение было полностью прекращено, а подвижной состав ушел на зиму. Конец цитаты. А дальше началось бурное развитие, и ветка разрослась до сети. В 2013 создан пожарный поезд. В 2014 построен Южный ход, на котором есть участок, проходящий по эстакаде, для того, чтобы сохранить корневище винограда, а не повреждать его. В 2015 построена станция Южная граница, от которой есть возможность бросить временный уз за границу участка. В 2016 это очень пригодилось. В садовом товариществе было наводнение. Талый снег и обильные дожди – плохое сочетание. С главного входа было не подъехать, но, как пишет Сергей, на машине мы подвезли вещи, как бы с другой стороны. В районе Южной границы был организован пункт перегруза с авто на ЛБЖД. И далее, через весь дачный участок, уже по железной дороге, грузы пошли в нужное мне место. А завез я немало, около двух с половиной тонн. Там и металлы, мешки с цементом, и мебель, и прочие грузы. Как видите, дорога развивается. И что самое важное, она очень облегчает труд и стала полезным инструментом в хозяйстве. По ней легко перевезти самые разные грузы. От воды из сыпучки до крупногабарита и собранного урожая. Увели и свои рекорды по длинной составности. Вот, например, опытная поездка для рассмотрения идеи создания локомотива. Продолжение следует... Так же есть и спальный вагон. Да, спальный в прямом смысле. Но не спешите кидаться чем-либо в Сергея. Даже у такой нетривиальности есть логичное предназначение. Когда холодает, а дела на даче остались, и приезд неизбежен, проще протопить небольшой объем вагона, чем весь дом. И чё греха таить, эстетику никто не отменял. Но это ещё не всё. Экскурсию и другие чудеса смотрите далее. Первая стрелка была построена. Это самая первая вообще в истории дороги? Ну, в истории этой дороги, да, это самая первая здесь была. Она подсуществует. Собираюсь её перешивать на железобетонные шпалы. Три года назад начался переход, уже начался шпал уже железобетонный. Но пока только на плетях. А саму стрелку пока на дереве оставил, планирую её в этом году уже, наверное, в августе-сентябре, что-нибудь делать. Тут на сам бассейн, вот он, здесь построен. Вода у нас необычного цвета, такого оранжевого, ну сейчас, оранжевого цвета, потому что много железа, и она солёная. Холодная и солёная вода. Ну, почти как в море. И цвет такой, не как в бассейнах привыкли видеть, там голубой, там или что-то. Здесь из-за железа, конечно, не делается. Мы фильтруем там, аграбатываем, в филе добавляем. Там ещё же геометрия какая-то у нас, смотри, ступеньки. Да, две ступеньки там идут, и потом ещё туда небольшой стоп, и там ещё для отлива. Вот так называемая совмещенка вот здесь вот сделана. Напоминает, что вот в городах трамвайный колеют совмещается с автомобилями. Здесь сделан пешеходную дорожку, и хоть на первый взгляд, кажется, вроде бы, железная дорога и пешеход, но несовместимая вещь. Потому что если взять большую железную дорогу и пешеход, это мгновенная смерть. Ну, конечно, да. А если взять масштаб поменьше, то вот трамвай уже научился с машинами уживаться, да, на одной дороге. Да. Ну, а по меркам садовой железной дороги, где скорость там 5 км, равна скорость пешехода, то здесь уже может пешеход уже и поезда. Да даже если вспомнить, операция «Э» или другие приключения Шурика на складе, там же тоже складское помещение, и рельсы заподлицо вмонтированы в пол, и там тележка, которая разводит. Принцип тот же. Ну да, ну здесь вот тоже, чтобы можно было и ходить, сэкономить место, так сказать. Можно было и ходить. И, потому что вот этот участок достаточно редко используется. Большая плохая форма. Здесь для перевозки воды служит. Безоподъемность 400 кг, вообще, расщит у нас. Ну, обычно я вожу там не более 500. Так, ну вот тут вагон. Сигнализация. Ну да, тут светофоры. Сразу надо закреплять. Башмачком. Да. Сразу забашмачить. Вот, пожалуйста. Господи! Да, он реально. Купе, это как СВ же. Два места, окошечко, стаканчик есть, шторки, все как положено. Красота! И даже, и даже тапочки железнодорожные. Да, ну подключается вот здесь вот разъем. Во время стоянки я подаю высоко, он здесь обогреватель в холодное время. Это вот вентиляция, здесь, когда жаркий перевод. Класс! Даже это продумали. В основном вагон реально используется в холодное время, когда холодно уже. Угу. Дом, дом. Не прогретый, а здесь можно в нем ночевать. Ну да. Достаточно. Да. Ну как маленький домик такой, передвижной. Да. Ну, ездят. Я вот вообще в таком вагоне готова даже до Геленджика доехать. В принципе, да. А почему бы, да. Вагон зеленый, стук колес настоящий, кроватка есть, на нижней полке, кстати, что удобно. Окошко там, тебе чаю я принесу, вот, тапочки наденешь, и пожалуйста. По дороге он курсирует, да, по участку, вот через южный ход туда вот. Захотел там, поставил, захотел тут, привег. Обычно вечером он отправляется, я отсюда, отправляю его туда, там, когда снесет ночевка, там продукты забирают, там, ноутбук, бывает, дорога, там, что-то такое закрывается здесь, на гвоздик тогда пока. К сожалению, тут эти пауки. А это вроде, вроде геи-то такое, что-то. Ну, да. Вот разбор, да. Ага. Здорово. Три положения, там еще, путь туда даже не стоит. Обалдеть. Когда я толщу на соседнем участке, там использовался, когда я забрук строил, я туда время нау сделал, и сейчас он остался просто кусок, иначе не используется. Я вас прокачу. Я готова. Господи. Сюда? Ну, давай ты тогда вперед. Вперед? Да, здесь ничего, как бы, необычного не произойдет. А как ехать-то? А, туда, туда. Ну, я сейчас буду. Так, ручку башмачили. Башмачок. Отправляемся. Отправляемся. Запись идет? Конечно. Впереди искусственное сооружение мост. Впереди искусственная остановка перед спуском и кривая малого радиуса. Впереди искусственная остановка перед спуском и кривая малого радиуса. Впереди искусственная остановка перед спуском и кривая малого радиуса. Впереди искусственная остановка перед спуском и кривая малого радиуса. Я понял как ездить на пути с подуклонкой и без подуклонки. То есть форма колеса какая-то, когда без подуклонки на центральной части идёт, а с подуклонкой она движется уже боковой. Я понял, часть прямая, часть под углом. То есть она может и там и там ездить. Сейчас на эти колеса буду переходить постепенно. А это уже ребордные колеса? Нет, безреборные, но там профиль у них другой. Вот эта вот тележка самая первая, уже 12 лет ей скоро, в 10-м году ее построил. Она из дерева сделана, в основном там деревянная ося. Она сейчас используется для обслуживания бассейна. Перевожу на ней там хлорированную воду, специальную химию. Здесь вот эти баклажки с хлором. Это для бассейна, потому что она постоянно чистит и кровать там добавляет. Поэтому вот так она туда-сюда ездит. Эксплуатируется до сих пор? Да, эксплуатируется. Это вот новая стрелка. Сумасвичи. Вот эту я уже сразу на железобетон приложил. Ага. Вот, ну, работает. Ага. И отдельно, вот поворотный здесь стоит, ну, типа крестовины поворотной. Да, поворотная крестовина, да. То есть, когда сюда едет, сюда, ну, переключается два приема. Ага. Но зато после переключения получается либо прямой участок, либо просто кривая. Без каких-то тонких мест, как в обычной крестовине есть так называемая нулевая точка. Когда желоб для реборды по прямому направлению и желоб для реборды в кривом направлении, геометрический центр, колесо имеет точку опоры только, по сути, на реборду. Здесь вот этого нет. Такие стрелки применяются и на широкой колее. Очень-очень редко, но бывают. Я помню, видел в 2004-м на Магнитогорском металлургическом комбинате. Там тоже безостряковая стрелка. Один в один такая же конструкция. Простые рельсы стоят встык прямому и боковому направлениям. И так это и работало. Не знаю, сейчас есть такое, нет. Но прецеденты были. Друзья, вы только посмотрите на масштаб. Одна ветка идет вдоль забора. Другая ветка идет к дому. Соединительная ветвь в депо. Там трансбордер. Далее ветка идет вокруг бассейна. Отдельный поворот, отдельный путь идет непосредственно к бассейну, к перегрузу. Далее путь идет на отстойный тупичок для отстоя хозяйственной подвижной единицы. Еще одно ответвление идет вот к этому металлическому листу. А что там, я надеюсь, нам покажут. А потом этот путь идет вообще за пределы, за границу участка. Вы чувствуете, какой вообще масштаб, ребят? И отдельно вот здесь для хранения пассажирского вагона. Маленький участок пути. Представляете? Но это еще не все. Ага, а здесь навес. Ну, чтобы под навесом стояли. Одна тележка сейчас не используется. Она на ходу, но она не используется. Ага, здорово. Вот это вот сбоку такое приспособление для перевозки каких-то крупногабаритных листов. Да, объемных листов. Листы, профнастил, шифер, фанера. Вот на него перевозится, упирается. И можно по этой колее нормально, не переворачивается. Великолепно. А еще раз, какая у вас здесь колея? 500 мм. 500 мм ровно. 500 мм ровно. 500 мм ровно. С какой точностью выполнены остряки, кривые. Вы представляете, сколько надо терпения создать этот радиус из уголка? А вот еще такой интересный момент, как будто рука держит это. Туда-сюда и... И на всех вот этих вот путях стоит подвижной состав. На всех трех, да. А сколько этой дороги уже лет получается? 10 с лишним. 31 марта 2012 года. То есть в этом году 10-летний юбилей? 10-летний, да. Прекрасно, мы вас поздравляем. Спасибо. Ну конечно не сразу все появилось, постепенно что-то одно сделать, потом еще там какой-то участок, забор сделать, еще что-то. Это вода на полив? На полив, да, она стоит. Сейчас, все сегодня полили, а вот дальше, допустим, во вторник я сюда опять приеду поливать, что жара стоит. Ага. Сегодня воскресенье там еще поливать не было, понедельник не было. Во вторник уже надо поливать, потому что... Угу. 220 вольт. Ага. Питание туда вот идет. Светофоров, туалет, там питается, там насос включается, там свето. Ну и здесь соответственно насос, тут включается тоже фильтр для бассейна. Слышно. Слышно, она не... Разращивания... Полностью не бывает, с розоватым оттенком. Не надо ходить по шпалам. По шпалам надо подниматься наверх. Ау. А все потому что без каски. Теперь наша очередь полезть наверх. Ребят, преодолели мы эту лестницу. Поверьте, оно того стоит. Ладно, открывается вид на окрестности. Где-то там можно разглядеть кусочек дона. Но здесь есть метрополитен. Дачный метрополитен на эстакаде. Вагон. Стилизация, подотворение мытичинского завода. Вот центральный проем. Два буферных фонаря. Окраска. Я особенно старался вот это сделать. Ребристость какую-то. Особенно гофры. Да, гофры. Да, да, да. Что интересно, вагон аж трехосный, друзья. Три оси. А это тормоза, насколько я понимаю. Да, это тормоза. Вот так вот. А, за колеса. Один тормозит вот этим одно колесо. Да, да, да. Левая ручка, надо тормозить сразу два. А, вот так вот. Для разных усилий сделано. Они немножечко разведены. Ну, чтобы чуть-чуть. Потому что большой очень уплон. И когда он очень быстро разгоняется, если что-то тормозить надо. То есть стоял, который вот тянул назад. Ну, сейчас я отказался, решил по другому пути пойти. Планируется переделать. Здесь уклон сделать меньше. Более плавный такой. И там немножко приподнять. На борт. На борт. Он тут закреплен и башмаком, и стояночный тормоз. А стояночный это как? А, то есть стояночный тормоз он прям закручивается. Ну да, потому что он блокировал колесо. Так. Безопасно. Так. Тормозами. Ну тормозами. Лучше сильно не разгоняться. Ага. Притормаживаем. Вот как-то так. А здесь намечается вторая очередь, друзья. Здесь как бы да, еще сейчас идет встреча с того. Жесть, ребят. Учитывая, что высоты, боюсь, стоя в трехосном вагоне метро, здесь класс. Ну посмотрите, какая красота. Виноград. Виноград. Пруд. Вода. Шикарно. И вот эти вины. Смотрите, как природа берет свое. Потрясающе. Мы тут немножко дико себя ведем. Но это такой восторг. А вот это, ребят, сейчас отдельный, прости господи, аттракцион. Можно пройти по старой доске на огромной высоте, когда ты жердяй и весишь за 90. Но ничего, здесь все сделано надежно и безопасно. И это не мантра. Это факт. Можно было, конечно, дорожку сделать. Идем пить чай, а здесь выставка подвижного состава. Вот так и живут дачные железнодорожники. А вам каково, что на участке такая развитая железнодорожная сеть на даче? Ну, сначала черпихалась. Думаю, ой, сколько тут можно было посадить. А сейчас мне нравится. Я привыкла. И мне это помогает. Потому что иногда вот воду не дают, у него запасы есть. Он раз, подтащил, там, несколько ведер, там, там, поставил. Все, смотри, мама, поливай. Это ж не то, что каждое ведро тащить. Это очень тяжело, да? Конечно. Так что я уже привыкла и думаю, молодец, что сделал дорогу. Перегон на железобетонных шпалах. И начинается эстакада. Вот... После этого я поеду, как тут надо. Эстакада. Теперь я забыл. Не бегу под, как Анатолий. Ну, и мы поднимаем. Да, ну, и как тут можно было настроено. Принесса. Ну, и я уже к... Ну, и мне нужно это сделать. Да, ну, и я уже к ней Сергею еще раз огромное спасибо за теплый прием и увлекательную экскурсию Но на этом интересные железнодорожные места Ростова-на-Дону не заканчиваются Следующее место можно сказать must-have для любого любителя железных дорог Кому эта тема интересна и близка Это музей Северокавказской железной дороги Который содержит как и типичный для музеев подвижной состав Так и вещи уникальные Северокавказской железной дороги